А собираясь на дачу, не забудьте взять с собой все самое необходимое, аптечку и, конечно, косметичку. Что в них положить, подскажут мои коллеги. Только самое необходимое. Сегодня попробуем вместе собрать дачную косметичку. Если вы длительное время находитесь на солнце, учитывая, что у вас предстоит работа, когда есть пыль, грязь, не наносите более жирную, более питательный крем, а наоборот, уйдите к текстурам light. Жирная плотная косметика, жирная плотная основа, либо крема уходовые будут вместе с пылью, грязью и с потом забивать наши сальные железы. А это сулит проблемы с кожей и впоследствии даже угревую болезнь. Мастхэв любой дачной косметички – это солнцезащитные средства. Не пренебрегайте ими и не забывайте наносить на кожу новый слой каждые 2-3 часа. Не забудьте также и о кремах после загара. Пантенол работает намного лучше сметаны. Активная физическая нагрузка помогает сбросить лишний вес, думают многие дачницы. В надежде совместить приятное с полезным, они наносят на проблемные зоны антицеллюлитный крем. Здесь, конечно, двоякое. Если это средство, которое не будет вызывать активно раздражающего действия на коже, поскольку мы знаем, что, как правило, эти средства могут включать экстракты перца. Если вы все это спрячете под отклюзию, то есть под пищевую пленку, плюс это будет высокая температура на улице, то действительно это чревато тем, что будут местные ожоги раздражения. Уж лучше сходите в баню, а если ее нет, дачной палочкой-выручалочкой станет сухой шампунь. Он обеспечит свежесть волос и объем прически без мытья головы. Если вы уезжаете на выходные на дачу и при этом хотите прекрасно выглядеть, то заранее покрасьте брови и ресницы. Если вы отдыхаете за городом с друзьями, то имейте в виду, что тональный должен быть SPF, а база с SPF под ним перестает работать. И важно понимать, что больше 20 SPF в форме для тонального средства быть не может чисто физически. Совсем заменить тональное средство поможет консилер. Главное – наносить его тонким слоем. Будьте осторожны с кремовыми текстурами красноватого цвета, то есть румяной и помадой. Так как у людей с большой чувствительностью к ультрафиолету они могут вызывать пигментные пятна. На отдыхе лучше заменить кремовые продукты красноватого цвета на сухие. Впрочем, одной лишь косметички на даче явно будет недостаточно. Нужно также собрать и аптечку. Под ярким солнцем при высокой температуре на улице очень высоки риски обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, например, ажиториальная гипертония. Поэтому препаратами запасайтесь заранее и желательно получить консультацию терапевта предварительно. В вашей аптечке обязательно должен быть антисептик, клейкопластырь, кожный клей, средства от аллергии и укусов насекомых, плюс абсорбенты, хотя бы активированный уголь. В любом случае лучше перестраховаться, чтобы ничто не помешало вашему отдыху на природе. Продолжение следует...